Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос будет звучать примерно так. Вы чересчур мотивированы, Андрей, быть с этой девушкой, о которой вы пишете. Вы чересчур замотивированы быть с нею, чересчур. Это означает, что вы слишком, например, сильно в ней нуждаетесь. Я имею ввиду, что девочка слишком сильно нуждаетесь. Она для вас имеет слишком сильное значение, слишком много значения для вас имеет девушка. Почему она имеет такое значение для вас? Чем продиктовано такое значение для вас с ее стороны? Это вообще вопрос. Но здесь страх, стеснительность, неловкость, может быть какая-то стыдливость или что-то еще связаны именно со сверхмотивацией. Вы пишете. Был бы очень признателен, если кто-нибудь смог ответить на вопрос, почему мне так страшно общаться с девушкой, что мне нравится в компании друзей или знакомых. Вот этот страх, который вы испытываете, он связан с тем, что слишком много значения имеет для вас девушка. Слишком много вы при взаимодействии с ней можете потерять. Конечно, по вашим ощущениям, но можете. В последний раз почувствовал себя неловко, впечатлево и глупо. Хотя сам не знаю почему. То есть обычная модель поведения, которая всегда работает, здесь перестала работать. Ну, естественно, это не случайно. Потому что когда сверхмотивация появляется, привычные действия кажутся именно такими глупыми, неловкими, негчемными, ненужными и так далее. Она мне сильно нравится, впечатлевая, да и сам я вроде не стеснительный, вполне себе открытый и общительный. Вот именно связь того, что она вам сильно нравится, сильно нравится с тем, что вы боитесь, с тем, что вам страшно и определяет текущую ситуацию. То есть при наличии сильной симпатии к человеку всегда возникает страх. Теперь осталось только определить, что вы включаете, что вы понимаете, что вы чувствуете под этой самой сильной симпатией. И когда это будет раскрыто, когда это будет понятно, модифация будет дифференцирована, можно будет скоординировать ваше поведение так, чтобы определенные желания, которые броснулись вместе с появлением в вашей жизни девушки, и желание сделать что-то для нее разделилось, чтобы вы могли успешно сделать и то, и другое, чтобы вы могли адекватно воспринимать девушку, которая может быть в вашей жизни, а может быть и не будет в вашей жизни, но при этом чтобы ваше желание, которое есть у вас, и которые всегда будут с вами, чтобы они не страдали. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.